Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня я хочу поговорить о кальмии. В последние годы садоводы-любители все чаще стали проявлять интерес к разведению кальмии. И это цветущий вечно зеленый кустарник, который завезли в Европу в конце 18 века из Северной Америки. Это многолетнее растение с высокими декоративными качествами, которые оно сохраняет круглый год и после окончания цветения. Действительно заслуживает пристального внимания тех, кто ищет новые решения для оформления своего приусадебного участка. У кальмии весьма привлекательные цветы. Они чешевидно-воронковидные, розовые, редко белые, вот как у эльфа. Цветы собраны в зонтиковидные боковые соцветия. Цветки довольно крупные, каждый около 1 см в диаметре. А если учесть, что они образуют соцветия, которых на каждом побеге появляется по несколько штук, то можно представить себе захватывающее зрелище, обильно цветущий куст. Кальмии действительно очень интересное растение. Кто приобретал в прошлом году кальмии, я думаю, что со мной согласится. И пожалуйста, поделитесь своими мнениями, своими комментариями под этим видео. Очень интересно знать ваше мнение по поводу этого растения. Вот, как я уже сказала, белый цвет кальмии достаточно редкий. В этом году появился сорт эльф. Это низкорослый сорт, всего 80 см в высоту. Это высота именно уже взрослого растения, потому что саженцы, конечно, они гораздо меньше высоты. И вот эльф, он зацветает в самом начале лета. Ну, наверное, где-то примерно в такие же сроки, как и рододендрумы. Уход за ними такой же, как и за гортензиями, рододендрумами, любит кислую почву. И благодаря своей декоративности и зимостойкости они, несомненно, заслуживают внимания садоводов-любителей и озеленителей частных садов. В этом году кальмии вот идут в таких пакетах. Здесь земляной ком, чтобы сохранить кальмию до весны, вы просто, принеся домой это растение, оставляете либо в пакете, здесь есть его в дырочках, можно поливать, либо просто ставите в свой горшок. Можете даже подсыпать какого-то грунта, но обязательно он должен быть кислый. Ну, это вот, как я уже сказала, если вы выращиваете гортензии, этот грунт тоже подойдет. И сохраняете до весны, до момента высадки в открытый грунт. Также кальмию с успехом можно выращивать в кашпо. Удобрение это растение не очень любит, но я рекомендую при посадке, пересадке, добавить вот такое удобрение осмокот с повышенным содержанием калия. Здесь формула 11-11-18. Это идеальное удобрение для кальмий. Кальмий не любит азота, то есть просто даже его не выносит, поэтому в удобрениях должен преобладать фосфор и калий. Полив умеренный, но пересушки кальмий не любит, но и сильного перевлажнения тоже не любит. Предсиненное такое место, неяркое палящее солнце, но и не тень. В тени оно просто может не зацвести. Кстати, кальмия набирает бутоны, как и рододендрумы, с осени и цветет, как я уже сказала, ранней весной. То есть уход ничем не отличается от всеми известных гортензий и рододендрумов. В общем, тех растений, которые любят кислую почву. Также удобряем удобрениями для кислолюбивых. Видео об этих удобрениях есть на моем канале, ссылочка будет внизу под данным видео. Проходите и можете ознакомиться с таким видео. Посадочный материал очень высокого качества. Есть в нашем интернет-магазине «Цветочные мечты». Пожалуйста, обращайтесь, приобретайте, потому что количество посадочного материала на эти растения очень ограничено. Ну, соответственно, выбор по сортам тоже. Пока все есть в наличии, как вы видите, качество какое ни возьми, любое, вот если растение достать из коробки, оно отличного качества, так как я неоднократно говорила, все растения я отбираю сама и беру только лучшее, что я купила бы себе. Соответственно, мои покупатели приобретают только лучший и качественный посадочный материал, независимо кальмии это или другие растения. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте, приобретайте это растение. Оно действительно удивительное и даже после зимовки оно не теряет своей листвы и действительно остается декоративным весь сезон. Поэтому я думаю, что каждый, кто любит растения, должен в саду иметь этот замечательный цветок. На этом я видео с вами буду заканчивать. Пишите, задавайте вопросы и увидимся с вами вновь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!